Рузинское водохранилище КНС требует капитального ремонта, модернизации, потому что она сейчас находится в плачевном состоянии. Сейчас, конечно, мы будем решать вопрос для того, чтобы в кратчайшие сроки что-то делать, устранять причину. Ни один день потребуется для проведения анализов. Сейчас вы видите, как производится забор проб. Работает Всероссийский институт рыбного хозяйства. Бориспроб используется, в частности, вот такое незатейливое приспособление, называется переноска. Данная конкретная переноска, ну, в свой рода рикет, она объединила весь длинный шар, работала и в Арктике, и в Антарктике, и на реках, в самых разных районах. Значит, не объектная Россия. Теперь вот у деревни Рузина. Пробы будут отбирать не один день. Отборы проб будут производиться завтра, 17 апреля. Значит, в течение двух недель лаборатория нам предоставит данные. Ну, в соответствии с этими данными, дальше сотрудники министерства будут определять, так сказать, степень данного ущерба и принимать меры. Административное дело министерства возбудило. Расследование уже идет, отмечает Артем Горбунов. В местную администрацию направлен запрос на определение точек сброса. Для справки. Раньше все Рузина включала в себя 9 трехэтажек. После 2007 года здесь вырос целый микрорайон. Числяность населения более 10 тысяч человек. Сами местные знают, что КНСК не справляется. Стоки выходят наружу. Это видно невооруженным взглядом. Вот мы вместе в лодке с начальником отдела экологии администрации Солнечногорского округа. В этот ручей имеет выход несколько коллекторов неочищенных стоков, в том числе линейного канализации. И за моей спиной уже можно видеть, как неочищенные стоки здесь образовали огромное количество осадка. Здесь вот пару сантиметров воды и вот канализация. Как известно, из года в год это повторяется. Если сейчас одна из версий – старый канализационный коллектор, то два года назад была установлена другая причина, рассказывает замруководителя Кутузовской администрации. Действительно, два года назад подобная проблема возникла. Тогда участвовала в разборке Минэкологии Московской области, природоохранной прокуратуры Московской области. Выводы были сделаны следующие, что точно не могу назвать сейчас предприятие города Зеленограда, осуществила сброс водохранилища деревни Рузина. Тогда действительно произошел массовый мор рыбы. Была дана оценка относительно восстановления водного баланса этого объекта. Это порядка 8-9 лет. То есть они говорили, что на протяжении этого периода времени возможны повторные случаи замор рыбы. Может быть, это действительно является как-то продолжением той истории. Анализы покажут, какие на самом деле были сбросы. А пока идет разбирательство, надо как-то мертвую рыбу убирать. Местные жители уже жалуются на тухлый запах. А еще страдают и вносят коррективы в тренировочный план Федерации водно-лыжного спорта. Именно здесь, на Рузинском пруду, они проводят свои тренировки. Открывать сезон пока нельзя. Надо ждать анализов. Но уже сейчас, говорят специалисты, на реабилитацию всего этого водного объекта потребуется 5-6 лет.